Здравствуйте, коллеги. Рад, что такое количество народа доживает до последних докладов. Но я надеюсь, что не последние по времени, а не по значению. Я начну с минутки хвастовства. И на самом деле, вот вы видите перед собой список наших клиентов. И он не только для того, чтобы похвастаться, хотя, конечно, и для этого тоже, но и для того, чтобы вы понимали, что в современном мире, если потребители вашего бизнеса это взрослые платежеспособные граждане больших городов, то поводов не использовать email маркетинг в вашем бизнесе практически нет. И вы видите, среди наших клиентов есть самые разные компании, начиная от Beeline и Aviasales и заканчивая 2GIS, Уральским федеральным университетом и многими другими крупными брендами. Мы, в общем, гордимся практически ежегодными победами в разных профессиональных конкурсах. В прошлом году за проект с 2GIS мы получили премию Tagline Awards, а вот в сентябре за проект… Слушайте, а это что-то не та презентация. Как-то я умудрился. Опа, точно не та презентация. А, фейл, фейл. Так, а у нас есть пауза в 5 минут? Я бы быстренько перегрузил. Ну, про себя пропущу, про клиентов пропущу, про свои достижения так и быть пропущу. На самом деле, смотрите, сейчас я буду говорить быстро, пытаясь выдать вам кучу полезностей за единицу времени. На самом деле, есть множество заблуждений, что email маркетинг – это штука, которая работает только в B2C рынке. Вот, мол, если вы торгуете дешевыми чехольчиками на iPhone или чем-то еще, то как раз память своих клиентов письмами – это то, что вам показано, люди там получают и кто-то что-то покупает. На самом деле, при правильном целеполагании, даже если вы работаете на серьезных промышленных рынках, вы производитель оборудования или у вас последний чек контракта меряется миллионами, то использовать email маркетинг тоже можно. Вот, смотрите, перед вами два письма, сделанных в нашем агентстве из совершенно разных сфер. Кто-нибудь знает, что такое габионы? Тест на аудитории. О, два человека. Я потом с вами отдельно поговорю. Вот габионы – это такие специальные штуки, которыми укрепляют дороги, мосты, гидротехнические сооружения. В бизнесе по продаже габионов, а там основные потребители – это дорожно-ремонтно-строительные управления и ежи с ними, email маркетинг работает и приносит вполне понятную исчислимую пользу. Если в этом бизнесе email маркетинг работает, то я вас уверяю, в вашем бизнесе он, скорее всего, работает тоже, а еще наверняка и с более высокими показателями. Второй пример – это Уральский трубный завод, металлургическое предприятие из Певроуральска, которое производит трубы крупного диаметра, и там тоже есть место и есть те KPI, которые улучшаются с помощью использования email маркетинга. Ну и несколько примеров там россыпью. Банк Точка, вечно живой, компания Стан, крупнейший поставщик промо-одежды, Челябинский банк. Но в общем и целом, если мы посмотрим на рынок B2B, то рассылки напоминают нечто печальное. Почему? Потому что на рынке B2B огромное количество маркетологов не берут на себя труд понять своего клиента. Как это выглядит на практике? Ну вот я просто порылся в своем почтовом ящике, я являюсь клиентом логистической компании СДЭК, трачу на нее в месяц, ну десятку-то в месяц точно мы тратим, и вот я получаю от них письмо. И в этом письме, ну как бы плохо не все, но почти все. Смотрите, не было сделано даже попытки нанести мне, как получателю этого письма, какую-то пользу. В данном случае уважаемая компания СДЭК пытается проинформировать меня про какую-то услугу экспресс-тяжеловесы. Что за услуга? Почему она меня интересна? Где про нее узнать поподробнее? Как, блин, перейти на сайт этого СДЭКа? Ничего этого нет. То есть человек, который составлял это письмо, что он сделал? Он у большинства своих клиентов взял и украл несколько минут времени, ну скажем, минут это мы загнули, секунд времени из ее жизни. Потому что никакой полезной информации эта рассылка, кроме как тем людям, которые уже являются пользователем этой услуги, не несет. Что нужно было сделать, чтобы это письмо работало? Нужно было объяснить, что это за услуга, рассказать про нее подробнее и тем самым попытаться сгенерировать не просто некую напоминалку для тех, кто уже пользуется, но и рассказать потенциальной новой аудитории собственных клиентов о том, что есть еще какая-то логистическая услуга, которой можно пользоваться, и тогда письмо принесло бы в компанию не сплошные разочарования, а некоторое количество новых денег. Ну это как бы все лирика. Если мы внимательно поанализируем ваши CRM-системы, а я надеюсь, после предыдущих выступлений у многих из вас CRM-системы есть, во многих CRM-ках присутствует такая хитрая фича, это RF-анализ клиентов. То есть когда мы берем клиентскую базу и раскладываем ее по двум прямым. На одной прямой откладываем давность последней сделки, на другой прямой количество сделок. Я вас уверяю, у большинства бизнесов картинка вот такая. Что мы здесь видим? Мы видим, что 48% клиентов данного конкретного бизнеса, это Екатеринбургская компания, 48% клиентов находятся в левом нижнем углу, то есть они купили давно один раз и никогда больше не вернулись. То есть это вообще грусть, печаль и сплошные потери. Это люди, за которых мы заплатили, но которых никогда больше в своем бизнесе мы не видели. При этом мы же четко понимаем, что все классики в общем-то были правы. А в чем они были правы? В том, что повторная продажа всегда дешевле первой. Чем дольше клиент с нами живет, чем больше денег он нам оставляет, тем интереснее нам вести бизнес. И по сути, если мы будем перекладывать цели email-маркетинга и внимательно их интегрировать с нашей email-стратегией, то окажется, что правильный email-маркетинг, он как раз занимается тем, что перетягивает людей из нижней левого края в верхний правый. То есть огромное количество нашей базы – это люди, которые должны покупать прямо сейчас, только что и много-много раз. Если у нас есть цель перетягивания людей, то вот это и есть в общем и целом стратегия email-маркетинга в нашем бизнесе. Ну вот в данном случае приведена некая условная стратегия, для некого клиента, вот у нас есть момент появления клиента в нашем бизнесе. Он еще свеженький, нулевенький, мы его еще ничем не обидели, он производит первую покупку. Нам нужно, чтобы клиент ради того, чтобы все наши показатели росли, из новеньких превращался в лояльных, то есть превращался в вип-клиента, в тех людей, которые постоянно оставляют у нас свои деньги. Но клиенты, они такие заразы, они все время с некого идеального клиентского пути пытаются спрыгнуть. То есть вот прошла условно неделя, вот он был новый, а на следующую неделю он переместился в желтую зону. Он начал мигрировать, потому что клиенты все время пытаются найти другого поставщика, пытаются забыть про то, что к вам нужно в очередной раз оплатить счет, и у них перед глазами стоит множество-множество других задач. И вот как раз правильная CRM-стратегия, частью которой является email-маркетинг, должна людей постоянно возвращать на этот идеальный путь. И тогда мы говорим, что да, email-маркетинг начинает работать, и он тащит людей от момента первого контакта до превращения в вип-потребителей. Если эта цель в голове маркетолога есть, то email-маркетинг начинает работать. Более того, если эта цель в голове есть, то email-маркетинг – это не просто пуляние писем по некоторым сегментам, а это некая синтетическая деятельность, которая может подключать и тот же ретаргетинг в SMM, телефонные звонки, да, прости господи, даже бумажную рассылку, потому что для нас контакт с клиентом важнее, да, и протаскивание его по этой прямой, чем конкретные каналы и конкретное оформление писем. В итоге, к чему мы приходим? Что если у вас есть клиентская база, и у вас есть маркетинг, и они друг с другом никак не дружат, то ценность одного из этих направлений стремится к нулю. Потому что если вы даже собственным клиентам не умеете объяснить, чем вы цены и почему к вам нужно вернуться, ну, значит, вы, очевидно, что-то делаете не так. И тут встает следующий вопрос. Ну, для того, чтобы клиентам о чем-то рассказывать, нужно иметь некую клиентскую базу. Любой бизнес, который на рынке существует хотя бы год, клиентской базой не обладает. Если он клиентской базой не обладает, это значит, что у руководителя отдела продаж все признаки профнепригодности, его нужно бить тяжелым ботинком в лицо и срочно выгонять. Потому что существующий бизнес без клиентской базы это глупость какая-то абсолютная. И исключений практически не бывает. Но клиентские базы в современном бизнесе это самая металлогизированная область. То есть берешь любого предпринимателя и спрашиваешь, а что самое ценное в твоем бизнесе? Это моя клиентская база. Давай посмотрим в твою клиентскую базу. А это просто голый список там контактов или телефонов. И в этом списке зачастую нет ничего, что поможет продать нам людям еще раз. То есть фактически клиентская база бесценна, потому что в ней ценности нет никакой. А самая главная ценность, которая в ней может быть, это та информация, которая позволит нам с этой базой общаться. В чем еще сложность клиентских баз с точки зрения email маркетинга? Клиентские базы, особенно в B2B, имеют свойство умирать. То есть если вы год назад пришли на конференцию и собрали там кучу лидов, и год с ними ничего не делали, через год вы к ней возвращаетесь и обнаруживаете, что как минимум 10% контактов битые. То есть они уже умерли. Не физически как бы отправились на кладбище, а значит, что люди сменили место работы, изменили деятельность, компании уже не существует. То есть вы с этой клиентской базой даже уже пообщаться толком не можете. Если мы опять же говорим про особенности email маркетинга, то 10% битых контактов в вашей базе вполне достаточно, чтобы вы из замечательного легального белого и пушистого рассылщика превратились в подлого спамера. Потому что 10% мертвых email в базе вполне достаточный аргумент для того, чтобы ваши письма посыпались в спам целиком и полностью, а не только в числе их неработающих. В итоге мы для себя должны зафиксировать, что любая клиентская база перед стартом требует валидации. То есть нужно перед стартом определить, кто в этой базе живой, кто мертвый. Это раз. А во-вторых, нужно в этой базе определить те главные признаки, которые позволят рассортировать клиентов по некоторым сегментам и тем самым лучше попадать в их информационные потребности и повышать вообще общую эффективность взаимодействия с этими клиентами. Ну, если мы немножечко отвлечемся и подумаем, как вообще формируются клиентские базы, то в B2B ничего принципиально нового относительно того же B2C рынка нет. То есть это точно так же совершение сделки, различные формы подписки и так далее. Но, пожалуй, есть несколько точек контакта с клиентами, которые в B2B работают немножко лучше, чем в B2C. Ну, во-первых, это работа менеджера. Если вы продаете косметику, работа менеджера в магазине особой роли не играет. Если вы продаете экскаваторы, и ваш менеджер не спрашивает e-mail потенциального или существующего покупателя, значит вы где-то проигрываете. Другой точки контакта нет. Нет. Покупатель экскаватора вряд ли будет подписываться на вашу рассылку на какой-либо форме. Кроме того, есть специфическая работа на конференциях и выставках, что, в общем, отличает именно B2B взаимодействие. Ну, и иногда попадаются достаточно интересные кейсы, когда мы с помощью телемаркетинга можем сделать выборку потенциальных клиентов, каким-то образом с ними повзаимодействовать и за счет этого собрать ту базу, которую мы там серией писем, серией взаимодействия все-таки заставим там превратиться в лояльных потребителей. Бывают и совсем крайние случаи. Вот опять же про габионы. Есть такой очень простой инструмент. Это баннер в корпоративной форме подписки, в корпоративном письме, который можно заставить всю свою организацию сделать там одинаковой. Вот и оттуда тоже могут сыпаться вполне лояльные и правильные подписчики. Ну и это отлично. После того, как мы поняли, что у нас есть база, у нас есть некое понимание от того, откуда она взялась, на какие сегменты она делится, мы начинаем воспитывать в этой базе желание с ними общаться. Электронная почта, в отличие от многих других каналов взаимодействия, это такое очень интимное пространство. Никто из нас в своем почтовом ящике чужаков терпеть не хочет. Более того, никто из нас не хочет терпеть в своем почтовом ящике компании, которые не несут нам пользу. Зачем я буду читать чужую рекламу? Зачем они мне в почтовом ящике? Поэтому на первом этапе построения системы email маркетинга в компании встает вопрос воспитания лояльности подписчиков. То есть мы должны им сразу объяснить, кто мы такие, откуда мы взялись в их почтовом ящике и почему с нами стоит взаимодействовать в дальнейшем. И это крайне важно именно для B2B, потому что цикл сделки очень длинный. Мы не можем себе позволить выжечь внимание потенциального покупателя на этапе старта. И нам важно построить взаимоотношения с ним, ну, если не на годы, то хотя бы на месяц, чтобы дождаться, пока у него цикл сделки прокатится и он созреет до повторной покупки. В итоге мы приходим к тому, что если содержание, основное содержание нашей рассылки превращается там условно купи-купи-купи, то люди выбегают из нашей базы буквально через месяц-полтора и к тому времени, когда у них действительно возникнет потребность в нашем продукте или услуге, они уже отказались от взаимодействия с нами там через этот канал и, соответственно, вся система email маркетинга начинает работать хуже. Вот в данном случае это ряд писем для компании Advanta. это екатеринбургский разработчик систем управления проектами и у них есть достаточно четкое понимание, что обязательно должны чередоваться письма условно полезные. Что значит полезные? Для их аудитории полезные письма это письма, которые транслируют кейсы применения навыков проектного управления там в различных бизнесах. Есть письма условно продающие, то есть продают они через вебинары и конференции, то есть они транслируют своей базе необходимость обязательно поприсутствовать на вебинаре или оффлайновом мероприятии и там уже, собственно, закрывают сделки. Но если их письма будут состоять только из приглашений на вебинары, люди устанут очень быстро и убегут. Если их письма будут состоять только из полезного контента, это, в принципе, система работать будет, но продать такими письмами будет что-то чрезвычайно сложно. Какие еще сценарии очень часто применяются в B2B? Ну, один из самых главных вопросов, который актуален для подавляющего количества компаний, это вовлечение в сотрудничество. Это первый контакт. Вот смотрите. А у кого на сайте есть форма заявки? Там, ну, практически у всех. Если я ставлю заявку на вашем сайте, за какое время отреагирует менеджер? У кого быстрее 15 минут? Вот есть один герой. Так. У кого, скажем, там, 3 часа в течение дня? А остальные, видимо, как бог на душу положит, да, реагируют. Но на самом деле, даже если вы со всех сторон молодец, и ваш менеджер обрабатывает заявку за 15 минут, предположим, как вы думаете, сколько ваших конкурентов я успею найти за те 15 минут, когда я отправил заявку вам, и тишина. То есть я заявку отправил, ничего не происходит. Что делает потенциальный покупатель? Ну, ищет, куда отправить вторую заявку. Так вот, самый банальный сценарий, когда мы вот это вот время, туман войны сокращаем, время тишины и молчания убираем за счет правильно спроектированного письма, это дает высокий процент повышения конверсии первого обращения, ну, если не в сделку, то хотя бы в продуктивный разговор с менеджером. Вот смотрите, второй пример, это компания SCS, оптовый поставщик товаров из Китая. Вы оставляете заявку на сайте, вам тут же в ответ прилетает письмо. Письмо, кстати, прилетает из Битрикса, что самое интересное для нашей конференции. Где написано, спасибо, мы получили вашу заявку, через 15 минут вам перезвонит менеджер, через 3 часа мы составим для вас коммерческое предложение и разберем там какие-то ваши задачи. В итоге к чему это приходит? Клиент отправляет заявку, и у него тут же перед глазами есть алгоритм дальнейшего взаимодействия. Он понимает, да, будут такие-то вопросы, надо вот к этому подготовиться, и я уже не так мотивирован на поиск других решений своей проблемы. Я знаю, что со мной сейчас будут разговаривать. Ровно по тому же самому сценарию устроены рассылки компании Азалия, это опты поставщик цветов из Москвы, ну или уральского трубного завода, где заявка обрабатывается, к сожалению, не так быстро, как хотелось бы отделу маркетинга, а конверсию повышать очень хочется. Другой пример, когда вовлекающая серия стартует с телемаркетинга. В данном случае это тоже уральская компания, она продает оптом в розничные сети аромодиффузоры. Я с трудом представляю, что такое аромодиффузоры, но вот эта вот штука в руках у девушки, это аромодиффузор, что бы это ни значило. Сценарий выглядит следующим образом. Сидит отдел продаж, который прозванивает розничные сети и пытается по телефону объяснить, почему розничной сети было бы интересно продавать аромодиффузоры. Как вы думаете, легко голосом объяснить, что такое аромодиффузор? Ну как бы вообще нелегко. Особенно для человека, для которого это 150-я проблема. Но после того, как трубка положена, автоматически к контакту прилетает письмо, которое как бы идет вдогонку разговора и подкрепляет те тезисы, которые мы выдвинули в течение личного взаимодействия. В итоге, во-первых, человек с одной стороны понимает, о чем только что состоялся разговор. У него тут же в почте есть некий артефакт взаимодействия с нами, а мы со своей стороны понимаем, как он прореагировал на нашу почту. И это уже очень хорошо. Когда нет личного контакта с менеджером, но уже, например, есть продажи, стартует немножко другая серия. В данном случае это пример банка. Эта серия работает на тех клиентов, которые уже открыли расчетный счет в банке, но почему-то им активно не пользуются. Соответственно, мы выдвигаем гипотезу, что, наверное, они активно не пользуются, потому что не обо всех преимуществах нашего продукта знают. И наша цель объяснить эти преимущества. И тогда мы повышаем конверсию вскачивания приложений, совершения первой операции по счету и так далее. Это тоже очень важно. Ну и третий пример, когда мы вовлекаем людей в пользование нашей системы, это логистический оператор BoxBerry, у которого весьма непростой интерфейс личного кабинета для интернет-магазинов, которые пользуются этим сервисом. И нам, в общем, очень важно объяснить людям, как же правильно пользоваться этим интерфейсом. Соответственно, главная цель этой серии повысить конверсию из регистрации в кабинет в первую оплату. И она, в общем, работает. В принципе, очень похожие сценарии очень востребованы для тех, кто участвует в выставках и конференциях. А для кого актуально участвовать в выставках? Кто в выставках еще участвует? Ну, как бы с тобой все понятно? Раз, два, три. Ну, окей. Работает похожим образом. Ну, вы себе представляете, что такое работа на выставке, если когда-нибудь работали на стенде. То есть вы пришли утром на выставку и в течение всего дня с какими-то людьми, которые мимо вас шарахаются, вы говорите, 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 в конце дня у вас болит челюсть, устал язык, есть какое-то количество контактов и как бы все. Потом приходите в понедельник в офис и как бы грустно смотрите на молчащий телефон. Ничего не происходит. Вот. С другой стороны, человек, который прошел по куче стендов выставок, везде собрал немножко макулатуры, вышел за дверь, макулатуру спустил в мусорное ведро и пошел по своим делам дальше. Ну, как бы разошлись довольные друг другом. Компания зря выкинула деньги, там, десятки тысяч рублей на стенд. Для нас эта проблема тоже была актуальна и мы подумали, а как ее решать? То есть нам нужно вдергивать из людей контакты и в дальнейшем дешево и сердито взаимодействовать с этими людьми. Мы привлекли все торжество новых технологий. Мы сделали совершенно небольшое планшетное приложение, которое позволяет в обмен на какую-то условную полезность забирать у людей контакт. Что происходит после этого? Мы разговариваем с вами на выставке. И даже если у вас нет визитки… А поднимите руки, у кого визитка вот с собой сейчас? О, слушайте, вот я прямо поделюсь наблюдениями. Мы два раза в год участвуем в московской выставке неделя маркетинга и продаж. Туда самый дешевый билет стоит 20 тысяч. У двух третей посетителей выставки визиток нет. То есть 20 тысяч на билет у них есть, а 300 рублей на визитки у них нет. Как бы мне, у меня в голове это не укладывается. Но тем не менее, для нас было важно зацеплять даже тех людей, которые не способны отдать визитку ввиду отсутствия таковой. В итоге мы для них поставили прямо такой разворот на рабочий стол. Что мы дадим, что мы вам предоставим, какой полезный документ, если вы с нами поделитесь контактом. Человек делится контактом и к нему тут же, прямо на выставке прилетает электронное письмо. У всех же почта на мобильнике есть. И в этом письме в продолжении нашего разговора с этим человеком как раз есть то, что мы ему обещали. Но в данном случае это скрин про презентацию. Если мы работаем на выставке, там может быть 10 советов, как сделать правильную рассылку в B2B или еще что-то в этом роде. В итоге что происходит? Во-первых, человек, опять же, вернувшись на свое рабочее место, у него в почтовом ящике есть ваше письмо. Там есть ваши контакты. Он может на него посмотреть и порадоваться, что не выкинул его вместе со всей остальной макулатурой. Но это только часть современной магии. На самом деле, когда мы вернемся к себе в офис, у нас есть не просто Excel, в которой записано, сколько контактов мы собрали, а мы видим, как эти контакты прореагировали на наше письмо. И мы видим, окей, вот эти 20 человек письмо даже не открыли. Следующие 40 человек письмо открыли, прочитали и пошли дальше своей дорогой. А вот еще 30 человек, которые письмо и открыли, и прочитали, и скачали наш прайс. Ну, очевидно, что скачивание прайса – это некое высококонверсионное действие, которое показывает, что наши услуги данному контакту ну, немножечко интересны. Сам бог велел взять этого человека и поговорить с ним по душам. Если мы собрали с них еще и телефоны, то это прямое указание, с кем разговаривать в первую очередь, с кем во вторую, а с кем в третью. Ну, поскольку ситуации бесконечных ресурсов у нас, как и у вас, не наблюдается, то мы, естественно, разговариваем с горячими контактами, а всех остальных как получится. Ну, и это замечательно. Окей, это все про привлечения. Какие еще сценарии взаимодействия с клиентами существуют? Для очень многих бизнесов, в том числе, особенно это актуально для банков, их услуги устроены таким образом, что их клиенты не очень хотят про их услуги читать. Но, опять же, если у вас есть расчетный счет, то вы понимаете, что читать письма от банка про изменение на 0,5% пункта стоимости обслуживания по расчетному счету вообще неинтересно. И все банки ищут дополнительные точки контакта со своими потребителями. Обычно это происходит в виде неких клиентских клубов. Такие клубы есть у Сбербанка, у Точки, у Челлендбанка, у Брира, ну и еще у нескольких банков, ну, у Нейвы и так далее. То есть это такой распространенный лайфхак. То есть и рассылка этих клубов посвящена, собственно, не продуктам банка, а посвящена бизнесу. То есть банки понимают, что если в голове клиента бизнес и расчетный счет в конкретном банке начинают дружить, ну, как бы липкость сервиса и устойчивость банка немножечко повышается. Ну, прелесть, а приятно. Тем более с точки зрения изготовления это не самая сложная штука. И вот рассылка начинает существовать, как некий виртуальный клуб клиентов. Ровно то же самое происходит в габионах. Потому что все время общаться с людьми про габионы как бы тяжело, они быстро устают. Но зато у нас есть огромная тематика дорожного строительства и там укрепление различных гидротехнических сооружений. И мы про это можем регулярно взаимодействовать с людьми. И они остаются нам благодарны. Отлично работает. Чудесно. Еще более простой сценарий. Это банальные акционные рассылки. Их никто не любит, потому что они очень простые. Они немножечко надоедливые. Но даже в B2B акционные рассылки продают. Вот в данном случае два примера. Это оптовый продавец ткани из Екатеринбурга. И по-моему это краснодарское агентство, которое разрабатывает сайты для застройщиков. Да, они там пару раз в год сливают складские остатки. И про это нужно оповестить свою клиентскую базу. Да, действительно для какой-то части их клиентской базы это письмо не очень интересно. Но кому-то это вот прямо вообще в душу входит. Они совершенно чудесным образом на подобные рассылки реагируют. И продажи нужного товара в нужный момент вырастают, что и требовалось доказать. Но если мы начинаем идти по пути интеграции e-mail маркетинга и отдела продаж, а это собственно то, к чему я вас подталкиваю, то как должна по-правильному работать рассылка именно в B2B, то можно применять еще более интересный сценарий. Вот в данном случае два примера. Это московский оптовый поставщик нижнего белья и саморегулируемая организация кадастровых инженеров. Они не просто делают рассылку с некими акциями и предложениями по своей базе. Они внимательно анализируют, что после этого происходит. То есть в первую очередь, конечно, контент должен быть правильно подобран под целевую аудиторию, но это как бы только часть правды. Самое интересное происходит после. Когда мы замеряем результат каждой рассылки, этим результатом является не просто продажа, а является фактически мини-маркетинговое исследование того, как наша целевая аудитория реагирует на то или иное предложение. Потому что, опять же, вся реакция в электронной почте прозрачна вплоть до последнего действия. И мы по каждому письму видим, кто это письмо читал, не читал, кто скачивал прайс, кто отписался, кто пожаловался на спам. И все эти действия – это прямое указание для отдела продаж, с какой категорией клиентов и как нужно взаимодействовать. Если эта информация где-то между отделом маркетинга и отделом продаж не теряется, то как минимум речь можно вести не о повышении продаж, а о сокращении холостого пробега продажников. То есть они перестают звонить с предложениями по тем контактам, которым в принципе наше предложение неинтересно. Они начинают видеть, кто заинтересован в том или ином товаре, в какой пропорции и могут всегда начать телефонный разговор. Знаете, Иван Иванович, я вот видел, вы интересовались нашими курточными тканями. Давайте поговорим об этом подробнее. Если у компании есть ресурсы для подобной обработки информации из рассылки, то рассылка превращается в высокоэффективный работающий инструмент. Даже если в контактной базе количество контактов меряется сотнями. Ну если, конечно, средний чек нашего бизнеса позволяет обрабатывать подобные вещи. Я уже упомянул, что крайне важно сегментировать людей на старте. И это действительно важно, потому что как только вы перестаете попадать в информационные потребности пользователей, люди отказываются от ваших писем. Емейл-маркетолог, он как сапер, ошибается один раз. Как только человек отписался от нашей рассылки, он для нашей системы потерян навсегда. Его уже больше не вернуть никак. Поэтому нам крайне важно точно понимать, чем отличаются клиенты внутри нашей контактной базы. Будем ли мы разговаривать со всеми ними одинаково, либо будем модернизировать свое послание под ту или иную часть клиентской базы. Ну, например, мы работали со сталипромышленной компанией, клиентская база сталипромышленной компанией, это примерно 70 сегментов. Потому что, ну, очевидно, что маленький магазин, который продает металлочерепицу в Калининграде, несколько отличается в своих потребностях отсюда ремонтного завода во Владивостоке. И те, и другие покупают металлопрокат, но покупают немножко по-разному, с разным объемом, перечнем услуг, за разную цену и так далее. Поэтому крайне важно одних от других отделить. К сожалению, время от времени даже в B2B понимание клиентов людям отказывает. Я очень люблю этот пример, тем более он очень уральский. Узнаете центр бизнес-образования, моему коллеге Дмитрию Губкину шлют письмо. Дмитрий, найди мужа миллионера на тренинге. И Дмитрий Губкин впадает в ступор. Что-то, наверное, такое про него ЦБО знает, чего сам Дмитрий про себя не знает. Но, знаете, коллеги, русский язык так интересно устроен, что имя Дмитрий однозначно указывает на гендерную принадлежность получателя. Девочек с именем Дмитрий у нас пока еще нет. При этом мы понимаем, что в нашей культуре искать мужа у мальчиков на тренингах не принято. Вот, соответственно, если мы попытаемся встать на позицию того, кто проектировал и отправлял это письмо, поделить свою контактную базу на мальчиков и девочек, это, блин, даже денег не стоит. Это делается вообще элементарно и тратится на это 5 минут. Почему центр бизнес-образования, который позиционирует себя как профессионал в бизнесе, не способен поделить по полу свою контактную базу, ну, науке неизвестно. Автоматом это можно сделать, Google вам в помощь, тебе конкретно могу рассказать в куларах. Легко вообще делается. То есть это совершенно несложно. Но это вот такой пример. Как это выглядит на практике? На практике, конечно, для большинства бизнесов делить базу на мальчиков и девочек смысла никого не имеет. Но если мы вернемся к тем же габионам и внимательно посмотрим на то, из кого состоит клиентская база компании Macaferry и СНГ, то окажется, что там есть четко две ролевых модели. Первые люди это технические специалисты, которых интересует нормативно-техническая документация, как правильно спроектировать дорожное покрытие с использованием каких-нибудь георешеток или геотекстиля. Их волнуют технические моменты. А вторая часть клиентской базы это люди, которые подписывают договоры и счета, потому что именно они будут принимать решение о том, что мы купим расходные материалы в одном месте, а не в другом. И этих людей не волнует то, как устроена нормативная документация, им важно, насколько выгодно использовать продукцию конкретного завода. И если мы одним пишем про то, как правильно проектировать дороги, другим мы пишем про то, как наша продукция помогает сэкономить кучу денег. При этом если мы этих людей начнем смешивать, ну принципиально беды не случится, потому что здесь потребители, в общем, так или иначе с инженерным образованием, и они, в общем, друг друга как-то понимают. Но эффективность рассылки заметно снизится, потому что мы перестанем попадать в те самые пресловутые информационные потребности, о которых я говорил. Другой пример это компания Vanguard. Те, наверное, будет интересно. Это поставщик защитного снаряжения, шлемов, бронежилетов и там разные прочие обуды. Про обуду это я зря загнул. Смотрите, и тут мы очень часто сталкиваемся с тем, что маркетологи, которые проектируют рассылку, зачастую не понимают, на кого эта рассылка направлена. Вот основной получатель рассылки от компании Vanguard это директор ЧОПа. Вот у меня нет ни одного знакомого директора ЧОПа. Я вообще не знаю, что это за люди. Но я так подозреваю, что это мужчины там под 50, наверное, а может быть и нет. Поэтому если мне сходу сказать, а давай придумаем, что писать директору ЧОПа, ну, скорее всего, я придумаю не сильно умные идеи. Поэтому в первую очередь, если мы говорим о сложных B2B рынках, то обязательно должен быть некий этап исследования целевой аудитории. Что это за люди, какой информации они ждут, как часто они ее готовы потреблять, почему они потребляют там именно нашу продукцию, а не продукцию нашего конкурента. И это позволяет составить там те письма и ту рассылку, которая попадет именно в наших людей и заставит их в конце концов, если не купить прямо сейчас, то хотя бы дождаться следующего письма, с которого они уже смогут купить. Или через 10 писем, или через 20, неважно. И в завершении. Немножечко скринов с Google Analytics. Вот это вот, ну, в Google Analytics есть такой хитрый раздел. Визуализатор многоканальных конверсий. Он показывает вклад различных инструментов получения трафика на сайт в заключение сделки. Вот здесь видно, что у конкретной уральской компании больше всего сделок приносит поисковая реклама. Чуть меньше прямой трафик, бесплатный поиск. И мы видим, что, например, вот люди, которые попали вот сюда, то есть они пришли сначала с прямого поиска, а потом с платного трафика. То есть два раза с нами повзаимодействовали и совершили сделку. Есть люди, которые с нами из трех каналов произвзаимодействовали, из четырех. Вот этот круг – это люди, которые взаимодействовали с нами через письма. Видите, он почти полностью пересекается со всеми прочими кругами. И чистое количество сделок, которые с генерированными письмами – это вот этот небольшой сектор. Я думаю, что это меньше процента. Когда руководитель смотрит на этот график, он понимает, что такое процент, роль в сделках 1%. Это статистическая погрешность. Можно выкинуть инструмент и принципиально ничего не изменится. И вот на этом уровне находится email маркетинг в огромном количестве бизнеса. Но если мы свою рассылку любим, холим, лелеем, внимательно смотрим за показателями и думаем про нашего подписчика, ситуация в корне меняется. И здесь, смотрите, это опять же живой скрин, это тоже Екатеринбургская компания, это B2B компания, мелкий опт, скажем так, и у них картина совершенно иная. У них большая часть сделок так или иначе задействует электронную почту. Соответственно, почти 60% сделок происходит с участием письма. Для компании это означает, например, что она полностью независима от капризов поисковых систем. Их, собственно, становится вообще по барабану, насколько они видимы в Гугле или в Яндексе. Потому что их клиентская аудитория по щелчку приходит к ним и покупает то, что нужно. И это та ситуация, к которой стоит стремиться, потому что она превращает ваши продажи в совершенно управляемую вещь. И я надеюсь, когда-нибудь у вас получится. Спасибо. Я закончил. Готов ответить на вопросы. Коли такие родились. Данил, большое спасибо. Очень высокая концентрация полезной информации в твоих докладах, как обычно. Есть несколько вопросов у аудитории приложения. Сначала оттуда вопросы, я вас вижу. У нас все вопросы через приложение сегодня. Хорошо. Насколько важно красиво оформить email рассылки? Вопрос с подковыркой. Конечно, я как человек, который зарабатывает на красивом оформлении писем, мне очень сложно говорить, что оформление важно не всегда. Но, тем не менее, я вот собрался с силами и уже сказал вам это. Намного, вот если мы говорим про B2B, то плохое посланное письмо лучше хорошего непосланного. То есть любой контакт лучше, чем никакого. Пока еще это так. Если мы говорим про сегмент B2C, там ситуация уже изменилась. Потому что там высокая конкуренция за внимание потребителя. И, например, если вы торгуете одеждой в интернете, вы не можете себе позволить ссылать некрасивые письма. Как бы вас перестанут воспринимать серьезно. В B2B пока еще содержание и сам факт наличия письма важнее всех красивостей при оформлении. Но, тем не менее, мы все-таки как маркетологи считаем, что потребители в B2B достойны хорошего дизайна писем. При этом хороший дизайн писем – это не красивые картинки, а это правильно структурированная и упакованная информация, в которой легко ориентироваться и четко понятно, что от тебя хотят. Вот это хороший дизайн. Если в этот хороший дизайн еще и задействована красивая графика, ну вообще великолепно. Но красивая графика в данном случае не обязательно. Спасибо. Данил, следующий вопрос. Как очистить базу email от битых адресов? Для этого есть специальные сервисы, самый популярный российский mail-валидатор. Если вы просто забьете в Яндекс или в Google валидация email, вам этих сервисов выпадет штук пяток. И они все плюс-минус одинаковые и стоят примерно одинаковых денег. Есть еще один вопрос, он такой не очень конкретный. Что касается рассылки потенциальным клиентам, какое количество нужно отправлять, чтобы точно иметь отклик? Ну такой вот вопрос. А еще раз вторую часть вопроса. Что касается рассылки потенциальным клиентам, какое количество нужно отправлять, чтобы точно иметь отклик? Сколько нужно адресов отправить, чтобы рассчитывать на отклик? Ну, во-первых, смотрите, коллеги, отправлять письма людям, которые не знают, кто вы такие, и не давали согласия на получение от вас писем, это чревато. За это наказывает FAS, за это наказывает Роскомнадзор, за это наказывают сервисы типа мейла, Яндекса и так далее. Поэтому я никому и никогда не рекомендую покупные базы, сбор баз через каких-то там пришедших от конкурентов менеджеров и так далее. Все это ни к чему хорошему не доведет и кончается достаточно плохо. То есть нужно сначала подумать о том, что произойдет с вашим письмом, когда незнакомый человек его откроет. Вы легко можете поставить себя на место этого потенциального покупателя, как часто вы что-то покупали с писем, которые вы не заказывали, с писем от незнакомых компаний. Вам такие письма время от времени приходит, я вас уверяю, конверсия с них ниже плинтуса. При этом, если мы говорим про конверсию в письмах, ну, в нормальном легальном e-mail маркетинге, то она может достигать 50% от числа перешедших с письма на сайт. В B2B конверсию там померить напрямую, ну, не всегда возможно, а в B2C она десятками процентов может мериться. Друзья, у нас, в принципе, еще есть время, поэтому я готов лично подойти. А вот был вопрос от мужчины на втором виду. Меня Дмитрий зовут. Я, во-первых, хочу Данила поздравить с победой номинации в e-mail шоу в сентябре 2018 года. Вопрос такой, вот вы рассказывали про интеграцию отдела продаж и e-mail рассылки. То есть это вручную сейчас у вас реализовано на ваших кейсах или вы применяете там какие-то автоматизированные системы? Про интеграцию. Ну, на самом деле интеграция с CRM это как бы боль. Потому что, ну, с одной стороны, есть чудесные ребята Bittrex и парочка его конкурентов, парочка, у которых есть некие автоматизированные модули интеграции. Бесплатные модули в большинстве могут мало что. Вот. Хотя это лучше, чем ничего. То есть у Bittrex, например, интеграция Bittrex и Unisender, Bittrex и MailChimp в бесплатной версии это одноразовая передача нового лида из Bittrex, например, в MailChimp. Все. За все остальное надо платить деньги. И интеграция всегда требует, почти всегда требует позвать программиста, который там что-то поделает. Если мы говорим про наш опыт, то на самом деле большая часть наших клиентов в B2B делает, прости господи, по-тупому. Раз в месяц из одного места Excel выкачивает и в другое место закачивает. И это решает практически все проблемы. Но если у вас бизнес, как бы это массовые продажи, ну, то есть у вас много идет подобных взаимодействий, то имеет смысл один раз поставить ТЗ программисту, чтобы он настроил передачу адресов по определенным сценариям из одного места в другое и отправку заранее спроектированных писем. То есть, не знаю, ответил на ваш вопрос. Здесь, наверное, имеет смысл еще дополнить, что в сегодняшнем релизе Bittrex 24 как раз показал, что он сделал полноценный маркетинговый инструмент и свой рассылщик, в котором можно уже отправлять красивые HTML письма и смотреть статистику об открытии, отправлять по различным триггерам с помощью роботов и так далее. То есть делать полноценную автоматизацию. В Bittrex это уже есть и можно даже не пользоваться интеграцией. Хотя в Bittrex еще есть хорошая интеграция с Unisender. Такая полноценная. Да, ну вот хорошая интеграция с Unisender полноценная, она стоит отдельных денег. А тот инструмент, который был представлен сегодня, мы тут его уже в QR с коллегами обсудили. Ну, на самом деле надо посмотреть, как оно будет работать. То есть, как любой новый инструмент, знаете, как бы он отстоится немножко, придет в себя. Потому что там, например, есть несколько таких мест, непонятно, как это будет работать на практике. То есть, но вполне возможно, ну на самом деле, даже вот так я скажу, все нормальные CRM-ки движутся в сторону рассылщиков. То есть вообще идеальная система email маркетинга подразумевает очень тесную связь CRM и рассылки. Вот и все CRM-ки туда движутся с разной степенью успешности. Вот и Bittrex, в общем, в этом отношении от конкурентов не отличается. Он тоже пытается влезть в эту тему. Ну, вот посмотрим, насколько получится. Как бы замах на рубль хороший. Есть время еще на один вопрос. Вопросов нет. Спасибо, коллеги. Спасибо большое, Данил.